Восьмое марта это женский праздник. Самый приятный и долгожданный. А еще приятно, когда дарят подарки. Я бы на восьмое марта хотела не что-то большое, а просто маленькое хотя бы знак внимания. На восьмое марта я хотела бы получить цветочки, шпанчики беленькие. Дети заказали мне новый мобильный телефон. На восьмое марта, да. Даже не знаю. Наверное, букет красивых цветов, внимание от детей. Некому дарить. Так что, ничего страшного. Это же не самое главное сейчас. Самое главное, чтобы был мир между властями, чтобы они договаривались и чтобы было взаимопонимание. А так ничего мне не надо. Подарков даже не надо. Я хочу на восьмое марта большой букет цветов и золотую цепочку. У меня все есть, мне ничего не надо. Я бы очень хотела на восьмое марта цветы. Это как-никак очень приятно. Моя марта, она имеет свою легенду. И поэтому, конечно, это хороший праздник для женщин, особенно для молодежи. А мы уже в возрасте, и мы как бы о будущем не сильно забудуемся. Мы больше думаем о своих внуках, о детях. Стараемся им помочь, как можем. Сейчас в наше время больше старики помогают, чем молодежь старикам. Что хочу сказать? Здоровья вам, удачи, настроения, молодости, красоты. И самое главное – мира на земле, чтобы не было войны. Ну и на восьмое марта я бы хотела что-нибудь вкусненькое, конечно, покушать. Цветочки можно, как для девушки. Вот. Ну и все, наверное. Главное – провести время со своей родней, с тем, кто тебя любит. На восьмое марта я бы хотела получить подарок от души, даже не какой-то дорогой, а что-то милое, что-то… ну такое. Памятное. Да, памятное. Не обязательно что-то грандиозное. Главное, чтобы было от сердца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!